Тема урока ионная связь. Примером связи между атомами типичного металла и типичного неметалла можно назвать связь атомов хлоридинатрия, поваренная соль. Составляющие ее элементы натрий и хлор находятся в третьем периоде периодической системы. Их относительные электроотрицательности соответственно равны у натрия 1,1, у хлора 2,8. На внешнем электронном слое у атома натрия находится один неспаренный S-электрон, у атома хлора из семи внешних электронов один P-электрон неспаренный. За счет неспаренных электронов между атомами натрия и хлора может образоваться химическая связь. Из-за большой разницы электроотрицательности способ ее образования будет иной за счет отдачи и присоединения электронов. Отдав свой электрон атому хлора, атом натрия приобретает устойчивую оболочку инертного газа неона и превращается в положительно заряженную частицу – ион натрия. Атом хлора, приобретая электрон натрия, достраивает внешний электронный слой до устойчивой структуры инертного газа аргона, приобретает отрицательный заряд, превращаясь в хлорид-ион. Ионы. От греческого ион – идущий. Электрически заряженные частицы, которые образуются в результате потери или присоединения электронов атомами или группами атомов. Положительно заряженные ионы называются катионами, а отрицательно заряженные – анионами. Между ними возникают силы электростатического притяжения. За счет этих сил разноименно заряженные ионы связываются между собой, образуя ионные соединения. Например, катионы натрия и хлорид и неоны образуют ионные соединения хлорид-натрия. Следует учитывать, что чем левее и ниже находится в периодической системе элемент, тем легче его атомы переходят в катионы – отдают электроны. А также, чем правее и выше расположен в периодической системе элемент, тем сильнее проявляют его атомы тенденцию переходить в анионы – принимать электроны. При переходе нейтральных атомов в ионы размер и свойства их меняются. Связь атомных частиц в ионном соединении объясняется не повышенной плотностью двухэлектронного облака – общей электронной пары, а силами электростатического притяжения ионов. Химическая связь между ионами, осуществляемая силами их электростатического притяжения, называется ионной связью, а соединения, которые образовали следствие притяжения ионов, называются ионными. Ионных соединений сравнительно немного. Их образуют типичные металлы и неметаллы, резко отличающиеся своей электроотрицательностью. Примерами таких соединений являются хлорид-натрия, хлорид-калия, фторид-лития и другие галогениды щелочных металлов. С помощью ионной связи образуются и более сложные ионные соединения – щелочи, соли, у которых сложный анион, гидроксид кальция, кальцию аж дважды, карбонат калия, калий-2-СО3 и другие. При обычных условиях большинство ионных соединений находится в твердом состоянии. При определенных условиях, таких как высокая температура, растворение в воде, ионные соединения распадаются на ионы. Ионы в природе существуют вокруг нас. Много разнообразных ионов в морской воде. Прибережный воздух также ионизирован и поэтому весьма полезен для здоровья. Ионы активны. Результатом их взаимодействия часто бывают негативные явления. Насыщение почв нитрата неоном, разрушение мраморных изделий сульфата неоном, кислотные дожди, приводящие к появлению в атмосфере катионов водорода, сульфата неонов, нитрата неонов, хлорита неонов, загрязнение воды токсичными катионами металлов. Важнейшими свойствами ионной связи являются ее прочность, ненасыщенность, ненаправленность. Ионная связь весьма прочная. Так, например, энергия разрыва связи калий-хлор равна 426,1 кГц моль, связи литий-фтор 577,3 кГц моль, натрий-хлор 411,3 кГц моль. Ненасыщенность ее объясняется тем, что вокруг заряженной частицы иона создается сферическое электромагнитное поле. Притяжение противоположно заряженных ионов в сферическом поле происходит во всех направлениях, поэтому связь является ненаправленной. Мы познакомились с ковалентной, неполярной и полярной и ионной химическими связями. Природа их одинакова, электрическая. Она связана с электрическим взаимодействием электронов и ядер атома. Соединения ионного и ковалентного полярного типа образованы атомами разных элементов с разной электроотрицательностью. В этих соединениях электронные пары, связывающие атомы, смещены к более электроотрицательному элементу. Наиболее полное смещение электронной пары или пар происходит в ионных соединениях. Экспериментальные исследования доказывают, что полного перехода электронов от атомов металлов к атомам неметаллов преобразования ионной связи не происходит, поэтому в хлориде натрия заряды его ионов не равны единице, а имеют в действительности заряда на ионах равные плюс 0,8 и минус 0,8. Реальные заряды на ионах называются эффективными зарядами. Чем больше разность между значениями относительно электроотрицательности атома, тем выше степень ионности их соединения. В связи с разностью относительно электроотрицательности больше 2,1 можно отнести к ионным. Ионную связь можно рассматривать как предельный случай полярности ковалентной связи. Чистой ионной связи практически не существует. Отсюда деление химической связи на типы ковалентная и ионная также условно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова